В этот день, 7 октября, родились Григорий Елисеев, основатель знаменитой династии предпринимателей. Его фамилией был назван знаменитый гастроном в Москве. Белый генерал Михаил Дроздовский. В честь него назван один из заменных полков, потом дивизия в Белой армии. Советская поэтесса Маргарита Аликер. В этот день, 7 октября 1604 года, завершено строительство Томского острога. Этот день считают датой основания города. 7 октября 1962 года умер Михаил Тихонов, русский художник, участник кругосветного путешествия. Увы, портрета этого интересного человека до нас не дошло. Хотя он сам был художником, а вот работ его довольно много. Михаил Тихонов родился крепостным, но детское увлечение рисованием изменило его судьбу. По протекции хозяина, князя Николая Голицына, юноша смог поступить в Императорскую академию художеств. В творческой копилке Михаила Тихоновича были произведения на библейскую тематику, но большая часть работ, исчислявшаяся нескими десятками, была создана на Атлантическом Тихоокеанском побережье, Алясках, Гавайях, Калифорнии, на Филиппинах. Где живописец изображал местных жителей и вождей пленон. В такой дали русский мастер оказался при содействии еще одного благодетеля, президента Академии художеств, рекомендовавшего его на вакансию художника для кругосветной экспедиции капитана Головнина. К сожалению, радость творчества для Тихонова сменилась японским пленом, в который он попал вместе с командой путешественников, что в свою очередь спровоцировало тяжелую болезнь. По возвращению на родину Тихонов больше просто не смог писать картины. 7 октября 1905 года в ходе первой русской революции началась Всероссийская стачка. Бастовали даже Госбанк и Министерство. Революционное беспокойство, поражение в русско-японской войне. 1905 год – один из самых тяжелых в истории России. Ко всему прочему, в октябре был дан старт Всероссийской стачки, в которой приняло участие несколько миллионов человек. Первыми начали бастовать печатники. К ним присоединились пекари, табачники, мебельщики, трамвайщики, следом все наемные рабочие. 6 октября прекратили работу служащей Московской железной дороги, к которым подтянулся Петербург и стихийно образовавшиеся профсоюзы по всей империи. Первоначальным требованием о сокращении рабочего дня, улучшению экономического положения, о расширении избирательных прав добавились и политические лозунги о свержении монархии, призывы к восстанию. А слов перешли к делу. В пролетарских центрах начали воздвигать баррикады. В столице по приказу столичного губернатора Трепова военные и казаки встречали бастующих боевыми патронами. На таком фоне государь Николай II пошел навстречу чаяниям некоторых подданных. И 17 октября он подписал манифест о даровании России незыблемых основ гражданской свободы на начало к действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слово «собрание» и о созыве Законодательной Думы. А к праздничным нерабочим дням в Российской империи, составлявшем от 42 до 45 дней, добавился уменьшенный рабочий день по возможности работодателя, который в Петроградской губернии 17-го года составил 8 часов 24 минуты. 7 октября 1927 года митрополит Сергий подал заявление в ОГПУ с просьбой об амнистии для репрессированных священнослужителей. Большевик Ленин считал, цитата, мерзостью и самой гнусной заразой «всякую идею о всяком боженьке». И одним из главных условий построения коммунистического общества он называл уничтожение религии. Под каток репрессии попали тысячи духовных лиц, которых митрополит Сергий, будущий патриарх, пытался спасти от гибели как мог, даже путем налаживания контакта с властными структурами. В заявлении, направленном в ОГПУ в 1927 году, митрополит просил об амнистии и облегчении участи репрессированных священнослужителей, в связи с тем, что они оказались жертвами, может быть и не без их вины, прежнего нелегального положения нашей церкви и прежних ее ненормальных отношений к советскому правительству. Для большей силы заявление было приурочено к десятилетнему юбилею советской власти, но особой силы оно не возымело. Несколько священнослужителей, указанных в списке, были отпущены на свободу, но их место заняли другие пастыри. 7 октября 1931 года была закончена кладка первой домны на заводе-гиганте в Магнитогорске. 7 октября 1935 года из состава флота выведена подлодка Краб, первый в мире подводный минный заградитель. 7 октября 1966 года на фоне двусторонних политических разногласий с КНР и СССР были высланы все китайские студенты. 7 октября 1993 года пост номер один был перенесен от Мавзолея к могиле неизвестного солдата. Таким был этот день 7 октября.